Первый, кого он встретил, это сотрудник Губопика, который просто отлетел к соседней двери. Я говорю, теперь можно я зайду и закрою собаку? Гэта собака ходила там в ту прибиральню, которая там просто у камеры. Я вот ее рык помню до сих пор. Ехала она ко мне часов, наверное, 35. Повинны были приехать и забрать кота до себе. А тут вдруг в какой-то момент он остался абсолютно один. Витаю! Гэта правобранча подкаст в Аснапрэйде. Меня зовут Катярына, и тут мы рассказываем про досвид людей, которые живут в Беларуси. Але в этом выпуске люди, шмат хтос, яких уже не живет в Беларуси, будут рассказывать про хатних адаманцев, коток и собак. Я подумала про то, что все, что отбылось с Беларусью и у Беларуси, переживали не только непосредственные удельники и видоводчицы подеи, але и ты, хто побачь, наприклад, или дети. Им до речи я присвятила 15-й выпуск подкаста «Вяснапрэйде». Раю вам его послухать. Ну, а так само их хатних адабанцы. И сегодня мы почуем некольких историй, як живёла и шли со своими господарами на затрамане, як назирали за вопшиком, что чували, коли вымышленные были разлучиться, и як сустракалися пасля разлуки. Вот такие истории сегодня и почуем. А пачать я б хотела с одной короткой давнішней истории. И звязаная яна с крамой «Симбол Баи». Даречі, калі я робила гэты подкаст, пасу падзенню яя стваральника Паула Беловуса пасадзілі. Ці памятайте, як у червені 20-го года у Минску была черга, каля крамы «Симбол Баи». А потым, да я падъехалі селовеки і аутузаки, частку людей затрымалі, а прас месяц асуділі. Я ходіла на гэты конверсу до, на тымі, хто був ля «Симбол Баи», і сірот расповідаў, як жа гэта було, я пачула і вось гэты. Приехалі мушчіны в штатській аддежці, начали задержаваць людзі, мы стоїм возле машыны, і через п'ять минут приїжжаець сотрудніки милиці на сваей служебной машыне «Джілі» і начинають выясняць обстоятельства дела. Затем нас вместе с собакай повезли в советское РОВД. На што мы просіли, ну, оставіць собаку дому, патаму што, ну, собака не піла нічіго, ані нам не разрішіли. Далі ў нас бралі медосвідзецтвання на алкоголь. Мы находілісь в РОВД до двох часов ночі в місці с собакай. Гэта було у Мінску. Ну, а цяпер мы переместимся у регіоны і у крыху пазнішый час, пасля жню на 20-го года. І гісторію перегазуває журналіст і правоабаранців'я сна, Друзь Медведзеў. Ну, ось ў нас у речіце ў минулим годзі, калі булі ось гэтэ шэсті, і їх ўже пачалі там розганяць, затримлюваць людзей, то адзін з затриманых розповядав гісторію, калі он знаходзівся на сутках разам з собакам, з аспаніелем. Його затрималі, ну, ёон не удзельнік гэтага мероприємства, його просто затрималі. Йон там побач ішоў з собакам з гэтым, а там таксама грэблі всіх, каго маглі, і вони просто його затрималі. Потім його судзілі ў Раусі, не вывозячі ў суд, а собака знаходзівся ў камері, ось як їх завезлі ў ічу, і собака ў камеры застався, його звадзілі на суд, привілі назад, і ёон з гэтым собакам так і адсідзівся там усі сутки, а, на жаль, не памятаю колькі, но колькі мудалі гэты термін адміністраційна гара, што ёон знаходзівся разом з собакам. Гэты собака хадзіў там вось на ў той прибіральні, яка там просто ў камеры усталяваны та раковіна ці што там. І пра гэта, дарэча, распавядав не толькі он сам, але і потім мне распавядалі інші людзі, які таксама былі затраманныя тады і знаходзіляся ў ічу ў той час. В той же камеры сідзіли? Ну, не, не в той же камеры, але те, хто был ў ічу. Ну, праса там ічу не такі велікі, там якбы адзін калідор і там ну, гэ бачылі, што с собакам павілі і потім с собакам выпускалі. А там была асобна порція карамленія для сабакі, ну, іскалі корміць? Ну, не, канешні, ніхто асабліва сабаку асабіста не карміў. Давалі тое, што возять там карміць зняволіных гэтых, ну, нікія може перадачы, прымалі на той час, па-моєму, вось, ну, валівось так вось. А іх вадзілі на прагулкі? Ну, вось, нажаль, я не ведаюць, вадзіл сабаку до прагулкі. Па-моєму, там нікого не вадзілі на прагулкі, бо пра прагулкі вогулі ў в атых вось нашых регіональнах ічу я асабіста не чу, ну, не в однага разу. А гэта чалэка разповяддаў, чаму так атрымалася, ну, в сэнці, яон прасіў там сіловікоў, каб, не знаю, пазвоніць родным, кабі не забрали сабаку, каб, адвезли някого дымаў, каб, яон пакінув сабаку, ну, шоць ці такоў. Нє, ну, мабыць, калі ёго затрымлівалі, то ён тлумачуў, што ён не ўдзілнік, і што сабаку трэба там дадому, не, калі там ніхто асабліва гэтага, ў той момент, калі затрымалі, адбывалася, я не слухав, а потам ёму, як ён расповядав, як адбываліся судыты, конвейерныя, там просто ў вогалі ніхто нічога не слухае, і, тамбольш, ён, мабыць, прабаваў да весті, што ён ну, не віноваты, не ўдзілнічаў в гэтым мероприемстві, але, паколькі, ну, ані врашат лёсцца, ён спадзівався, што ёго выпустіць ў вогалі, тамбольш, гэты сабака, там ёго камеры сідзів, але, ну, нажаль, так адбылось, як адбылось. А вось яшча адзін бок нашай темы. Думаю, што многі беларусы жылі і живуць думкай, што цябе могуць раптовна затрымаць. Ну, напрыклад, Максиму Кавалёву нечакана задрамалі год таму, каля мемыряла Раману Бандарэнку. Даклані пасля таго, як ён аттульс і шоу. А прышоу да мемыряла Максим туды, каб памаліцца. Каля пытаў ў судзі, а што конкретная парушаў, мне скалі тоў, што, ну, вы там знаходзілеся без дазвола Мінгарвы канкамы. І таму 15 садня. Ну, ось так, я сказал тоў, што, каб маліцца, мне не патрэбен дазвол ніяких там уладавы канкамы. Гісторія, нібы, нажаль, завычайная. Раптовна, любога беларусаў пасля жнівинскай Беларусі маглі затрамаць. І наступныя умовныя 15 суток ты правадзеш не так, як планаваў. Але што, калі ты жывеш адзін і маеш хатніга гадаванца, а цябе пасадзілі? Але Максим да гэтага загадзя падрэхтаваўся. Усе мы разумеў, ў якой краўні мы жывем, і калі мы выходзім на таку акцю навэт памаліцца, то есть треба разумеў тое, што мы можам не вернуцца дадаму. У меня ёсь кот, руды, яго мянушка хмуры. Муштан заўсё да хмуры. Ну так, тому што ўсё да саправда бедыцца, то есть мене саправда гэлі пытаўць, а чому ты так назаваўш ката? Я паста паказыву яго фатазнимок, і сі кажуць, а чому ён такі хмуры? Тому, то есть і такая мянушка ёго хмуры. Так, хмуры, дыжы кот, ўму зараз каля 12 годов. І так, то есть я заставляў такі спеціальны гугл-док, які был разшараны на моего маўчого браты, моих сяброў. У выпадку, калі я не буду выходзіць на свясть, калі надаветошы мене затрымали, то есть ў одного моего сябра бэлі ключы от меў кватары, то есть ўны павіны бэлі праўхаць і забрать ката да сабе. Ну, да, так і здаралось. То есть мене затрымали дзеўці там шаснадцать двадцать, шаснадцать тридцать веўчара. І як поты мне потом распавядали, дзеўці ўже там ў девятнадцать радзін веўчара, то есть до мене ўже плехали маі сябры, які, то есть ўже вывоззіли ката, некі маў там асабісты рэдж, там моў телефон, моў ноутбук. Далёка не адразу, але ўсё ж такі Максім вырышыў бакінуць Беларусь, зараз пачавшыся тады справы студэнта, ну, а таксамы перасляду чальцов кардынаційны рады. І таму з хмурым яму прайшлося развітацца. С пачатку Максім думаў пра тое, каб піравецці хмурага да сябе, але патам ад гэта ідеў яму прышлась адмовіцца. С пачатку эміграціў прышло ўжо 10 месецтв, ўе пасіців каля восьмі країну, не веду, ці будэ яшча пріпэняцца, ну, я разумею, што для ката гэта великий стрэс. Для гэта пажалога ката гэта цяжка, ну, я так лічу. Тому я варшыл заставіць яго со сваім братам. Канечна, так сумненька, тому, што мы так с хумум себе варвали полторы годы, але у мене ёсць талерамка канал хмурый на каждый день, де мэй брат амаль, што кожный день пастись по фотосдымке моего ката, и, ну, таможа не так сумна. Ну, тамож сподзіюся, што новая Беларусь настане, і не праз миллион ход, мы з ним знов зустрэнимся. Ті калі анріху більшу стаканюшці, буду жыць уже на адном місце, што я всё ж такі перевізу еху до сіпе, знову разом жыць. На жаль, не усим удалось обозбегнуть криминального переследа, а у некоторых семьях сядись и не один человек. 11 годов колонии на двоих. Так покарали женку и мужа Антонину Коновалову и Сергея Ярышевича. Гэты термін, як жыцьо двух децеи. Бу децям Антонины и Сергея таксама амаль 11 годов на двоих. Насте 5, Аване 6. Силавякі уварваліся до батькова Антонины, які аты дыбалі за городом разом с унукам і разом са сваім сабакам пароды русский чорный тырьер. Я дараче думала, што тырьеры усе невелікі, але мінавіта русский чорный тырьер гэта просто аграменны сабака. Розповідає Ганна мать Антонины Коноваловой. Это огромный пёс. Это собака Сталина. Её выводили для охраны лагерей. Вот такая вот она. Очень выносливая, очень умная она и красивая. У нас буквально перед нашей вот этой собакой у нас был точно такой же собака, только кобель. Во дворе он был хозяин. Вот если бы он был на её месте, его бы застрелили. Потому что он не допустил бы такого, чтобы такое вот было. Его бы застрелили, стреляли там. А это у нас вторая собака. Ей ещё не было двух лет. Вы знаете, крупные собаки, они очень медленно взрослеют. То есть это по сути ещё синок, который вот она выросла, но она всех любит. Дети наши с ней росли. Вот. И вот эта вот девочка у нас, это вот самая любовь. У неё имя Кэнди, конфетка. Это было 6 августа. И у нас дети были во дворе, прыгали на батуте, то есть шумели дети. Поэтому, ну, для них, как сказать, ну, такого стресса не было. То есть, ну, дети были на батуте, они были заняты, когда вот самое вот это вот было. Мы были дома, и собака лежала в коридоре дома. То есть двери были настиж открыты, всё открыто, окна открыты, жара, лето, загородный дом. И когда стали забегать домой они, она, вы понимаете, она не гавкала. Она присела в прыжке и издала такой вот грудной такой рык. Я вот её рык помню до сих пор. И вот этот вот рык, вот как зверя такой вот, остановил и не дал им зайти в дом. То есть они стали кричать, убедите собаку, сейчас её застрелим. Я стала грудью за собаку. Муж у меня стал, ну, дверь держать. И мы это старались всё делать, это мягко, потому что у нас были маленькие дети. Я её отвела, я её привязала. Ну, у неё команда места была. И она больше только всё сидела, смотрела вот так вот. Но вот этот рык, я помню, вот, я не знаю, наверное, никогда не забуду. А после этой истории поведение у Кэнти изменилось как-то? Вы заметили? Ну да, она осторожней как-то стала. Она старалась от нас не отходить больше. Ну, как-то если где-то, что она крутилась возле нас всё время. Возле детей, возле нас. Вот этот вот её рык и вот это вот остановил. Она замерла, она застыла, но застыла, знаете, как вот. Она застыла в прыжке, то есть задние лапы у неё были такие согнутые. И вот напряжены, так. И вот вышел. Это вот не рычание собаки. Это не гавканье. Это вот рык такой зверя. Он изнутри, знаете, как вот такой вот был. Вот это так повела наша собака. Но это надо сейчас сказать, что это щенок ещё, то есть. Это они только после трёх лет начинают осознавать нас, начинают понимать это всё. А это вот она ещё маленькая была. А это именно ваша собака с мужем, а не Тони Сергея, да? Вы знаете, мы эту собаку ездили выбирать всей семьёй. Мы похоронили нашего первого русского чёрного перьера. И мы поняли, какую он службу нёс, потому что у нас нет замков. Мы ничего не замыкали. Потому что он нёс охрану такую. И когда вот мы его похоронили, я, наверное, месяца три ещё потерпела. Потом сказала, нет, надо брать собаку. Стала искать, мы не могли найти. А потом, спустя, наверное, полгода я нашла щенка и подошла ко всем своим, что говорю, что давайте возьмём щеночка. И все мне сказали да. И мы поехали смотреть этого щеночка всей семьёй. То есть я с мужем, Тоня с мужем и двое детей. И хозяева, говорит, к нам никогда не приезжали, чтобы столько человек смотреть щеночка. Поэтому эта собака наша. Она с детьми росла, Насте было полтора годика. И Ваня, ну, там, три с половиной было. Так, это собака была в нашей семье. А сейчас, когда всех уже, кто разъехался в разные места, получается собака осталась с вашим мужем? Да, собака, кошка с мужем. Когда по телефону на громкой связи она слышит детей, она просто бежит за телефон, так всё, вот где-то ищет это всё. Замирает такая. Помнит, конечно помнит. Ганна зъехала с унуками у іншую краину, а её муж застався разом с Кэнди у Беларуси, как допомагать Антонине у колонии. Наступная наша гистория про собаку памянушцы барон, якога пакинули дома у Могилёве. Бо ягога свадыня волонтёрка Могилёвской весны, до якой пришлі КДБшники и хотели её завербаваць. И гэта их история не только про покинутого собаку, але и про собаку, який стал светком двух пиратрусов. Знайомимся с волонтёркой и её сыном. Татьяна. Этого человека прекрасного Тимура звать. Тимур смотрит мультики. Паралин, да, вклинивается. Немножко про твою историю. К тебе подошёл КГБ на улицу? Нет, не подошёл. Они вылетели из кустов и начали хватать меня за руки. Я, естественно, стала пытаться отбиваться, потому что последнее, о ком я подумала, что это же сотрудники КГБ. И когда уже стало очевидно, что мы начинаем рукопашную какую-то схватку, тогда мне вот так вот из-за спины показали удостоверение, обложку удостоверения, где было написано, что комитет госпеспасности. Как Остап Бендер можно подделать? Ну, типа показывать всё? Согласна. Я точно так же и сказала. Я говорю, что вы мне там сунули? Ну, что это такое? Я в ларьке такую куплю красненькую, и на ней будет написано то же самое. Вот. И всё. Тогда мне вырвали вещи. Всё. Посадили в машину, повезли на обыск. Домой. А там живёт собака? А там живёт собака, да. Ну, собака и в первый, когда был ещё обыск Бопика, я его закрывала. И, ну, в этот тоже обыск я его закрывала в туалете, потому что, ну, так его надо подумать насчёт того, хороши ли люди, которые пришли. Ну, он такой немаленький характерный пёс. Многие считают, если видят издалека, что это какой-то став там, ну, такой у него похож, он очень помесь шарпее, не знаю с кем. Такой симпатичный, чёрная морда. И вот многих людей он вызывает такие странные чувства, типа, он не сожрёт. Вот. Ну, он, конечно, такой с характером товарищ. Да любая собака, мне кажется, посторонний его дом не сразу пустит. То есть, как минимум там блает, обнюхает. Такой парень. Ну, а у него изменилось, у барона, поведение после обысков? Ну, нет, поведения нет. Поведение изменилось, когда мы уехали. Потому что, ну, собаке моей 10 лет. И всё это время... Во-первых, мы взяли его три недели было. Мы его выкармливали там смесью каждые три часа. Потом собака моя... Это такой домашний диван. Диванная собачка. С размером только не удался. Он спит на подушке, под одеялком. Всё отлично у парня. Живёт как сыр в шоколаде. И, ну, как бы, 10 лет он никогда в квартире один не оставался. Ну, он всегда... Если мы едем на дачу, то он с нами. Если мы куда-то, то всегда он с нами. Вот. А тут получается, что... Ну, муж работает у меня в другом городе, в принципе. Приезжает там раз в месяц. Но мы-то с Тимуром всегда дома. Всегда. И ты гуляешь с ним там 3-4 раза в день. Поэтому, когда мы уехали, вот, ну, там, да, там, началась история. Он не ел, не пил. А сначала домлекорм ему не нравится. Перебрали там разные карманы. Он не ел. Стали варить. Он не ест. Он перестал там... Ну, просто лежал. Вообще. Уже дочка писала, что, блин, поврёт собака. Что делать? Вот. И в то же время ты понимаешь, что, ну, куда ты его пристроишь? Это собака, которой 10 лет. Эта собака не самая маленькая. Его нужно гулять. Плюс он очень шумный. Из-за разной собаки, которая будет спать на диване, а мой будет гавкать в окно целый день на всех пролетающих мимо птиц. Соответственно, это проблемы с соседями. Ну, то есть, реально... А потом не всех он примет. Я понимаю, что он может там... Может, конечно, не покусать, но слушаться тоже не будет. На прогулке будет дёргать, куда ему надо. Ну, вообще, пристроить 10-летнюю собаку – это очень сложно. Вот. Поэтому как-то сложно с нашим отъездом сложности начались. То есть ты с Тимуром уехала, и барон остался жить в вашей квартире, и к нему приходили родственники, чтобы его кормить? Ну, да, мы уехали, барон остался один в квартире. Родственники, соседи, дочка, её муж, в общем, все по очереди. Но это приходили только покормить и погулять, соответственно, ему не хватает общения, ему надо быть с людьми. Всё, и вот он слёг недели полтора-две где-то, мы не знали уже, что делать. В итоге вот нашли выход, с ним кто-то живёт. В моей квартире сдаётся с собакой бесплатно. Кто-то приезжает там с ним на два дня, на один день, неважно. Главное, чтобы в квартире кто-то находился, потому что иначе он там просто сходит с ума. Он опять перестаёт есть. То есть, ну, вот... Я понимаю, что это возраст тоже для своего шарпеи. Живут там 12-13 лет. Я понимаю, что моя собака уже пенсионер по всем меркам. Я понимаю, что на этом фоне он может и заболеть, и всё что угодно может случиться. Ну, сейчас хотя бы и ест. Вот, надеюсь, мы тут нашли среди знакомых мальчика, уже взрослого, который, возможно, останется там с ним пожить какое-то время. Потому что, ну, это тоже сложно. Каждому надо приехать вот на день, на два, там остаться, ночевать. Это значит броситься. Ну, у всех своя жизнь, я это прекрасно понимаю. А тут вот ради собаки приезжают. Моя квартира теперь стала хостел. Хостел я называю. Потому что приезжают все, кто может. Ключ мой тут кочует. Да. Ну, вот как-то так. С собакой сложно, конечно. А вот ещё история квартиры, которая пережила два обыска от Губова и КГБ. Да. А теперь в ней тусуется очень много людей, чтобы поддержать собаку. Ну да, собаке тоже нужна поддержка. Ему тяжело. Ну, правда, он десять лет жил всегда в окружении людей. Всегда. В нашем доме всегда было много гостей. А тут вдруг в какой-то момент он остался абсолютно один. И даже кто-то, кто приходит с ним погулять, это же всё равно не то. Тебя привели, на поводок зацепили, сходил, свои дела сделал и всё. И дальше ты опять дома. Для меня это член семьи. Это не просто собака. Потому что он ел с тарелкой с моими детьми и спал с ними в одной кровати. Тимурик. Он старше Тимура, получается, барона. Да. Татьяна разом с Тимуром покинула дом у Жниуни. А теперь, коли минуло три месяца, барон почувает себе крыху лепш. Хотя бы он ест. Но он всё равно очень скучает. Он перестал... Раньше всегда все знали, что собака моя сидит на окне и контролирует, кто идёт. То есть у меня такая угловая квартира. И все говорят, барон дома. Значит, Тани нет. Всё. Он в ожидании. Он прям стоит на окне целый день. У меня всегда грязное и заплёванное окно. Я его каждый день протираю. Но утром он становится таким же. Сейчас вот я спрашиваю у соседей его... Тимур. Вот я спрашиваю у соседей, что он даже уже не стоит на окне. Не лает. Не смотрит, что там происходит. Ну, в общем, его не видно. Я думаю, что там просто лежит день. И всё. Выходит только на прогулку и всё. Поэтому я думаю, что его эмоциональное состояние тоже такое не самое лучшее, мягко говоря. А вот этот момент, что барон любил на окне стоять и встречать. А там был этот момент, что когда тебя повезли КГБшники на обыск домой, он тоже стоял? Да. На самом деле, когда первый раз был обыск, это был губопик. Я уже шла домой, знала, что они стоят под дверью. Вот. Мы зашли в подъезд. Я говорю, у меня собака... Ну, я когда открываю дверь, он вылетает. И первого, кто перед дверью стоит, он сносит с ног. Я говорю, подождите вот на первую ступеньку. У меня первый этаж, да? Там три ступеньки. Я сейчас закрою собаку и зайдёте. И такой, нет, я с вами. Я говорю, ну, ради бога. Я подошла, Тимур поднялся на ступеньку выше, я отошла в сторонку, открыла дверь. Соответственно, первый, кого он встретил, это сотрудник губопика, который просто отлетел к соседней двери. Я говорю, теперь можно я зайду и закрою собаку? Ну, да. Ну, ладно. В общем, я закрою собаку, тогда только они зашли. Ну, тоже решили, что туалет они обыскивать не будут. Тоже я его закрывала в туалете. Ну, там не так, конечно, искали, как КГБ. Они прям стены простукали все, фалентуса прощупали. Думаю, давайте ещё поотдирайте. Вот. Прям, ну, всё-всё, что можно было, перетрясли. Как они относятся к животным? Ну, они, типа, им не нравилось присутствие бароны? Или что-то они там какие-то оговорки говорили, типа, что гавкали? Нет. Просто спрашивали, а что там в ванне есть? Я говорю, ну, шкафчик и всё. В принципе, по поводу животного ничего они не говорили. Мой значок чак-чарык вызвал у них больше эмоций, чем моя собака. Меня спросили, где такое купить? Я говорю, в интернете. Дайте адресом ищите сами. Это не больше по птицам, да? Ну, видимо, да. Я говорю, а у нас что такое? Я говорю, у воробей чак-чарык. И я прям ждала, когда мне начнут объяснять, кто такой чак-чарык, но нет. Согласились с тем, что чак-чарык – это воробей. У меня вот такая думка возникла. Живелы становятся святками и навыд удельниками падеи, связанными с репрессиями, когда, например, силовики проходят в общую квартиру, где живет собака. Ну, те затримливают разом. А еще собаки могут стоять и по іншим бокам, когда их там выкористовывают. Например, есть известка, что при массовых затримальных и катаваниях с 9-го жнивня 2020 года в Витебске на затриманных людей натравливали службовых собак. Думала о том, чтобы перевезти собаку сюда, в страну, где ты живешь? Да, и думаю, сейчас. Если решится вопрос с постоянным жильем и туда можно будет, то я думаю, что да, я его заберу. Я поняла, что отдавать собаку даже на время мы не хотим. Поэтому, да, если у меня здесь будет возможность, где его, ну, то есть квартира, в которой можно будет жить с собакой, то да. Ну, Тимур очень скучает. Это была его любимая собака. Когда родился Тимур, я думала, как мы приедем из роддома, там, ну, это же собака, он такой шумный. Вот три дня в нашей квартире не гафнула ни разу моя собака. Ни разу, да. И потом он стал ходить, когти стучат по ламинату, он стал как-то поджимать лапы, чтобы не... Вот, казалось бы, это просто собака, да, для кого-то. Ну, вот же он понял, что это маленький ребенок, что его можно напугать, что надо молчать. А мы ничего не говорили, просто открыли дверь, он молча стал тянуть воздух, вот, ну, нюхать, что это такое. И вот Тимура добежать нельзя никому. О, какие милые истории. Да, такие истории. И я бачу, что гэта частая история, калі чалавек вымушенный резко з'яжджаць ад репрэссей, і таму не може адразу забраць своего гадаванца. Але у наступной нашей героини гэта адрымалася, правда, прас неколькі месяца ў пасля адъезду. Исторую свяго перасляду яна не распавядая, як і не діляцца с аправдным імемо. Ну, скажи будь Юля, расскажи про свою кошку. У меня история с моей кошкой не такая долгая. Я её только в марте 2021 взяла к себе. И это уже была большая кошка и больше пяти лет. Было на данный момент ей шесть. Мы очень даже хорошо жились друг с дружкой. Её зовут Лёля. Я её называю булочка, пирожочек, бусинка, жопкин нос. Ну, это в зависимости от настроения. Ещё у неё там любимый мамин конь тоже называю. У неё есть такой режим коня. Она включает где-то в час ночи. И всё у нас было замечательно и хорошо, пока мне не пришлось уехать в начале июля из Беларуси. И поскольку мне приходилось это делать очень быстро и спонтанно, у меня не было сделано на неё документы на кошку. Как на эти дни жила без тебя? По её поведению было заметно, что она там нервничает? Ну, несмотря на то, что она все эти дни находилась в очень хорошей семье, в очень хороших условиях. Но не было меня. И она какое-то время просто забивалась за диван или в шкафу проводила всё. И, ну, весь день входила ночью. Ну, тяжеловато ей было. Мяукала очень много. Такая потерянная постоянно была. Ну, потом вроде немножечко как адаптировалась. И, ну, у неё всё равно была какая-то такая своя территория, которую она, ну, сложно сказать, что охраняла. Скорее, она просто на ней пряталась. Переживала. Юля знашла специального перевозчика живёла у Прасмяжу. Это послуха коммерсийная и нетанная. Я заплатила 300 евро, но вообще стоит 350. Потому что, когда одна фирма отказалась брать животное, которое беспородистое, я умолчала. Дискриминация интересная? Да, интересная такая дискриминация. Я, когда звонила в другую фирму, я умолчала о том, что у меня беспородное животное. И, ну, мне сказали, там, сумма такая, 350. Ну, да, хорошо, хорошо, всё договорились. И в результате, когда отдавали кошку, мне сказали, а что-то вы зря не сказали, конечно, нам, что она беспородистая. Вот, она как бы дешевле на беспородистых. Ему и 300. А процесс перевозки хатнига годаванца может быть долгим. Ехала она ко мне часов, наверное, 35. И всё это время она была с большего в микроавтобусе, в котором было тоже какое-то количество мелких собак и очень много кошек. И все они мяукали, гавкали, всем хотелось на волю, всем было страшно. Ну, конечно, кошка приехала в огромном стрессе, просто в жутком стрессе. Она вообще не понимала, как, что, чего, куда. Видно, что её там много уже ветеринаров потрогало за этот период. И когда я её уже забрала, она, во-первых, очень сильно мяукала в переноске. И я её достала из переноски и положила, ну, в куртку себе. Тогда был дождь, я была в куртке. И она прямо вцепилась. У меня потом ещё оставались прямо такие царапины на теле. Она просто вцепилась мне там в живот, в бок. И никуда не хотела прям... Её потом сложно было оттуда достать. И, конечно же, это не могло отразиться на, как бы, внешнем состоянии её. Потому что она была такая немножко зачуханная. Запах, конечно, этот ужасный. Я её сразу помыла. Вот. Но после того, как она вылизалась... Коты же успокаиваются, когда вылизываются. Поэтому... Поэтому пока она там вылизалась, она успокоилась и... Ну, и вроде как нормально. Но она так спала со мной. Она так со мной до этого никогда не спала. Она прям залезла под одеяло. Не хотела не вылазить, ничего. Вот. Такое посоединение у нас было такое смазанное дождём, конечно. Потому что вот под дождём мне ещё нужно было её везти там домой. Но в целом хорошо. Только через какое-то время я начала там осознавать, что... Ну вот. Всё. Снова вместе. Ну вот. Ну вот. Я буду его целком одна. Я буду вдячна, калю вы подтримаете меня и гэтый подкаст лайками и репостами. Слухайте и іншые выпуски и подкаста весна пройдя. На этом я с вами разведываюсь. Бывайте. И передаю правитание вашим живелам. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok